Я вами доведена до точки сбор. Вы меня под пинг-флойд невинности лишили и к дзен-буддизму пристрастили. А сами жениться на другой задумали. Я вас наверняка в подъезде серной кислотой оболью. В суд подам. Зарастление несовершеннолетней гражданки Украины. То есть меня. Никакой посторонней женитьбы. И деньги тут ни при чём. Я ими пользоваться не умею. А вот вы мне попользовались и бросить захотели. Не выйдет. У меня подруга есть. Вера. Мыло. Фамилия такая. Мыло. По мужу. А девичья фамилия у неё была Шила. Ага. Поменяла. Вот вчера мне звонит и говорит. Ты, случайно, не знаешь телефон, командующий черноморским флотом? Я говорю, Вера, тебя что, на морячков потянуло? Она говорит, да, потянуло. В данном конкретном случае хочу спросить, как правильно узел завязывать. Всё. Мой Шурик заявил, что я уродка. Буду вешаться. Я говорю, Вера, что-то я не поняла. Жили-жили. И вдруг разглядел. А Вера у нас, вы знаете, когда у человека слуха нет, говорят, что медведь на ухо наступил. А вот насчёт Веркиной красоты можно смело сказать, что здесь медведь во всей Верке потоптался. И не один, а с друзьями. Но хулиганили сильно. Я говорю, Вер, ну ты подожди. Ну а с чего у вас всё-то началось? Она говорит, вот именно, с чего. Да вот ни с чего, ты понимаешь. Вот целую ночь смотрел по телевизору фонку. Мисс Вселенная. А утром мне говорит, знаешь, чем ты от них отличаешься? Всем. У них, говорит, всё красивое, что не возьми. А у тебя, говорит, что не возьми, и брать не хочешь. Я говорю, да, зажралась твой Шурик. Вера, а ты возьми его, на диете подержи. Она говорит, держала месяц. А потом, знаешь, так неожиданно на кухню захожу. И так, халатик, как расстегнул. Я говорю, молодец, шок, это по-нашему. Ну и как он отреагировал в голодухе? Она говорит, посинел весь. Так орать начал. Ты чё, говорит, ходишь здесь на ночь глядя, халаты расстёгываешь? Надо переодеться, скажи. Я голову купайкой замотаю, во двор выйду, за гараж спрячусь. И ещё кричал, что я кошмар на ножку. Я говорю, Вера, ну ты не расстраивайся. Тут, понимаешь, надо подумать. Да я чё думать? Сейчас пойду, сделаю маникюр и вешаться. Всё, приходи вечером, посмотришь, как я хорошо на люстре буду смотреться. Ой, забыла. Надо же ещё цветы купить. Я говорю, а цветы зачем? Принесут же. Ага, жди, они принесут. Ты понимаешь, в чём дело? Завтра у Шурика день рождения. А здесь цветы в вазе, я в петле. Лучшего подарка ему не надо. Я говорю, да, Вера, подарки ты своему Шурику делаешь просто царские. Может, ты меня чем порадуешь? И тут вдруг она вспомнила. Говорит, точно, забыла. Я же тебе 600 рублей должна. Я говорю, Вера, так я, может, сейчас забегу там, чё помочь, табаретку отодвинуть или чё? Она говорит, нет, я тебе эти деньги отдам в другой жизни. И не 600 рублей, а 1200. Всё, прощай. Я сижу, думаю, Вера и в этой-то жизни не красавица. А в другой жизни запросто может лягушкой заделаться. Где я её потом по болотам искать буду, чтобы она мне долг отдала? Думаю, надо что-то придумать, надо что-то придумать. Придумала. Звоню её Шурику, мужу, на работу. И говорю, алё, ну, Шина. Хочу тебя обрадовать. Твоя жена гуляет с дипломатом. Шурик говорит, я в курсе. Коричневый такой дипломат, без ручки пусть гуляет. Я говорю, опять мужчина, дипломат не коричневый, а чёрный. Здоровый такой. И судя по тому, как Вера ему в глаза заглядывает и улыбается, с ручкой у него всё в порядке. Тут Шурик как заорёт. Мать, а чем они сейчас занимаются? Я говорю, сейчас они маникюр делают, цветы покупают. К брачной ночи готовится мужина. У них сегодня первая брачная ночь у вас дома. Так что ты подходи, может, чем поможешь молодым? Чё, присоветуешь? Шурик, как заорёт, я им сейчас присоветую. Я сейчас ему ручку-то отдеру, чёртовой матери. И трубку, как, бросил, чуть в меня не попал. Я бегом к Верке домой. Прихожу. А у Верки в квартире никогда такого не было. Ты знаешь, чистота, кругом порядок. И кругом цветы, цветы, цветы. И среди цветов Вера. Я её даже не узнала. Прическу себе насобачила. Маникюр. Юбка новая. Туфли вот на таких каблучищах. Не женщина. Статуя. Венера Барбос. Я говорю, Вера, извини, что помешала. Сейчас только по телевизору астролог выступал. Оказывается, сегодня ничего вешать нельзя. Плохая примета. Придётся перестирывать. А в странах Африки в этот день принято долги отдавать. И тут в дверь Шурик врывается. Кричит, где Регра? Куда дело? Вера говорит, какого? Такого. Сейчас ему ручку-то отберу. Я говорю, Шурик, что ж ты так орёшь-то? Ты посмотри. Жена какая у тебя красавица. Шурик наверху глянул и обомлел. Ты что это с собой сделала? Я говорю, это она к твоему дню рождения приготовилась. Порядок на лице навела. Сейчас вот с люстры пыль сотрёт. Мне долг 600 рублей отдаст. И поведёт тебя в спальню за ручку. И тут Шурик подошёл к Верке, взял её на руки, бережно так взял и говорит мне, подруга, а ну, брысь от седа. А я на него даже не обиделась. Потому что спасла сегодня не только Верку и свои 600 рублей, но и любовь, которая у них была. Да они про неё забыли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok